Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня в ночь православные верующие отмечают Рождество. С праздником жителей поздравляет глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Это один из главных христианских праздников. В это время верующие всего мира вспоминают события, случившиеся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. К празднованию Рождества православные верующие готовили себя 40-дневным постом, который завершается после праздничного богослужения уже этой ночью. Старались совершать больше добрых дел, воздерживались от некоторых видов пищи и чаще посещали церковные службы, вспоминая события евангельской истории. О традиции праздновать Рождество, смысле и значении праздника нам рассказал благочинный православных приходов Северного округа Пятигорской и Черкесской епархии Александр Нартов. Празднуем Великий праздник Рождества Христова. Это один из главных праздников христиан. И для нас этот день, это, грубо говоря, точка отчета. И она, кстати говоря, стала точкой отчета для всего человечества. Мы празднуем года 2022-2023, и хоть они и называются сейчас новой эры, но эту эру мы знаем, с кого она началась. Она началась с рождения Иисуса Христа. И, конечно же, для всех христиан это праздник, который стараются ждать, встречать, готовиться. И для того, чтобы встретить Христа достойно, установлен был рождественский пост. Он продолжается 40 дней и заканчивается праздником Рождества Христова. Каждый христианин старается готовиться для того, чтобы достойно, ну как бы внутренне, душевно встретить Господа Иисуса Христа. Рождество Христово – это действительно переломный момент в истории человечества. Если до Христа Бог был на небе, то после Христа, мы говорим, Бог пришел на землю. Он воплотился, Он вочеловечился, Он стал подобен нам для того, чтобы нам указать истинный путь. И мы верим во Христа не как в пророка или учителя, хотя он и является в том числе и пророком, и учителем, но мы верим во Христа как в Сына Божий. Рождение Христа открыло вот эту совершенно неповторимую перспективу для человека. Перерасти себя, вырасти, как бы, так скажем, духовно и приблизиться к Богу. И для того, чтобы сегодня это сделать, нужно лишь следовать за Христом, нужно лишь слушать Его голос, нужно лишь исполнять Его волю. Этот праздник, конечно же, имеет очень много традиций. И я хотел бы начать с необычной традиции, которую люди не воспринимают, вроде бы. Первая и главная традиция Рождества Христова – прийти в храм ко Христу, поздравить Его, а Он обязательно поздравит нас. Вот это первая и главная, основная традиция празднования Рождества Христова. И, конечно же, на втором месте – это традиция разделять радость со своими близкими. И мы делимся этой радостью и словом, и делом. Словами это мы поздравляем друг друга. Это бывают подарки какие-то добрые. И, конечно, делом – это обычно, ну, бывает хорошее доброе застолье. С друзьями, с родственниками, с родными, с детьми, с внуками. И это вот две таких, ну, как бы сказать, два столпа, на которых стоит традиция празднования Рождества Христова. Всё остальное, конечно, идёт параллельно этому. Ну, например, ёлка. Уже давным-давно кто-то рассказал, говорит, ёлка – это прообраз райского дерева. А игрушки на ней – это прообраз вот этих плодов, которыми люди питались и жили вечно. Ну, дерево жизни, так скажем. Вот. Но, безусловно, это символы, безусловно, это образы, без которых, конечно же, праздник, он, ну, как бы что-то теряет. Для таких больших праздников, как Рождество или Пасха, обязательно форма. Немыслимо Рождество без ёлочки, без подарка. Ну, для меня лично, без богослужения. И Пасха, она немыслима совершенно, да, без яичка красного, без пасочки, без вот этой радости какой-то пасхальной. Без пасхальной ночи немыслима Пасха. Поэтому, конечно, вот это всё элементы празднования. Я думаю, что в этот день ещё уместно, или в эти дни, ведь Рождество Христово – это длинный праздник. Пасха празднуется 40 дней, а Рождество празднуется две недели. С седьмого по, ну, грубо говоря, по восемнадцатого, по девятнадцатого января. Почти две недели. Их называют эти дни святки. И люди не случайно, ну, так скажем, сочинили, придумали. Написали ноты и придумали такое количество песен, которые просто они делают из нашей серой жизни, делают что-то совершенно фантастическое, радостное и удивительное. Я, конечно, было бы здорово, чтобы эту традицию мы не теряли. Мы сейчас живём в такой век, когда всё открыто или открывается потихоньку. И мы вдруг узнали, что, оказывается, Дед Мороз – это прототипом к этому образу был святитель Николай, чудотворец, которого чтят все, по-моему. И народы, и культуры, и нации, и религии. Потому что человек был абсолютно искренний, абсолютно добрый, абсолютно помогающий каждому. И вот что делал святитель Николай? Он дарил подарки, и об этом есть свидетельство из его жития, когда в разных сложных жизненных обстоятельствах люди оказывались, и он тайно им помогал своим подарком. Кому-то там копейкой, кому-то добрым словом. И вот этот образ бескорыстной, честной доброты, он перешёл в народ, в фольклор, в те образы, которые мы теперь знаем. И Дед Мороз, и Санта-Клаус. Ну, Санта-Клаус, кстати говоря, и есть, да, святитель Николай? И, конечно же, этот образ должен нас вдохновлять. Не надо ждать Деда Мороза, надо самим нам, взрослым, быть Дедами Морозами по отношению друг к другу. Быть бескорыстными, быть добрыми, особенно в такой праздник, как Рождество Христово. По традиции на Рождество во всех православных храмах республики проходит богослужение. Церкви наполняются множеством верующих, звучат праздничные песнопения, обязательным элементом торжества является крестный ход, а также вертеп с овцами, устанавливаемый перед входом в храм. Рождение Иисуса Христа, оно описано в Евангелиях. Мы читаем об этом у евангелиста Луки, евангелиста Матфея. Эти два евангелиста доносят до нас вот эти истории о рождении, ну даже так скажем, о происхождении и о рождении Иисуса Христа. И все описанные события, они получили свое, ну как бы скажем, они были не только описаны в словах, но они были написаны на иконах. И, конечно же, каждый христианин, пришедший на праздник, он может подойти к иконе Рождества Христова, и надо ее рассмотреть. И когда мы ее рассматриваем, мы видим, что события, даже отдаленные по времени, это пришествие волхвов или поклонение пастухов, они все изображены в одной плоскости, на одной иконе. И вот для нас икона Рождества – это есть Евангелие в красках, то есть описанные события рождения Христа, они все помещены на иконе. После Рождества стало возможным изображать Бога на иконах, гласит церковное предание. Кроме традиционного изображения распятия на кресте, часто Христа на иконах можно увидеть, как младенца на руках у Богоматери. Бог явился действительно не как грозный Зевс с молниями, а явился как младенец сначала, а потом, более того, отдал себя в руки людей, которые его распяли. Но, правда, Господь победил, воскрес из мертвых. Так вот, это интересная особенность того пути, который Бог хотел нам открыть. Иудеи ждали Спасителя. Всю свою историю, вплоть до Христа, да и до сегодня. Иудеи, иудейская религия ждет Спасителя, Мессию. И Мессия пришел, и христиане увидели, узнали в младенце Иисусе, в будущем Иисусе, в проповеднике Иисусе, узнали того самого Мессию, которого все ждали. Но нужно было совершить подвиг, и этот подвиг был совершен людьми. Подвиг принятия Христа таким, каким он захотел быть. Не таким, каким я хочу его видеть, а каким он сам захотел быть для нас. И вот иудеи ждали действительно лидера, политического лидера, который возглавит восстание, который освободит иудею от римской оккупации, и который поведет весь народ израильский в светлое будущее, обеспечит его как бы главенство, что ли, в том мире, в котором они находились, люди античные, или вообще во всем мире, как бы вот, осуществит мировое господство. Но Господь с первых шагов, и мы знаем это из Евангелия, когда Господа искушает сатана в пустыне, он предлагает ему быть хозяином мира. А почему сатана предлагает? Потому что он сам князь этого мира. И вот Господь отвергает это предложение, он отказывается быть хозяином мира, и неоднократно говорит, «Мое царство не от этого мира». И вот Его сила, как раз Божия, она заключалась в так называемой слабости, в так называемом снисхождении к нам. Бог не нуждается в том, чтобы мы признавали Его величие. Он велик сам по себе. Бог нуждается в том, чтобы мы увидели Его близость к нам. Если бы Он был слишком велик и хотел бы таким быть, нам бы до Него не добраться. Потому что мы люди, мы с вами, глядя на себя, скажем, «Господи, я слабый человек, я человек, я родился, я хочу есть, я устаю, я не доберусь до Тебя, Господи. Ты вот там, Ты велик настолько». Ну, представьте, ну, ты вот, ну, если мы представим Бога, действительно, как Зевса, ну, до Него не добраться. И вот Господь показывает через вот это Его откровение, это Его воля, это Он так хотел открыться людям, как близкий нам, не как далекий небесный Царь, а как близкий нам Иисус из Назарета, Христос, который, еще раз повторится, который открывает нам как раз-таки Бога таким, какой Он есть. И потом Церковь, она озвучит это неоднократно. И мы знаем эти цитаты у евангелиста Иоанна Богослова. Он говорит, Бог – это истинная любовь. Бог есть истинная любовь. А любовь, как мы знаем, она не может быть надменной. Она всегда выходит навстречу. Как отец выходит навстречу к блудному сыну. Это из притчи Христовой. Вот. И Бог всегда является любящим отцом, который сам идет навстречу человеку. Он не сидит, ждет, пока человек придет сам к нему. Он первый выходит навстречу. И встреча происходит только не в Его Царстве и не в Царстве земном. Она где-то посередине. Когда человек идет к Нему, а Бог выходит навстречу. И вот этот процесс начался как раз-таки с рождения Иисуса Христа. Его рождение – это и есть выход Бога навстречу человеку. И вот нам бы всем научиться быть более искренними. И поучиться вот этой снисхождению Божию. Самим снисходить. Самим идти навстречу. Не сидеть дома, праздновать. А вот в праздник Рождества Христова все бросить. А наоборот, всех родственников позвать. Так сегодня чей праздник? Его. Мы Его рождение празднуем. Пойдем Его поздравим. Прийти в храм и помолиться. И помолиться за близких своих, за живых, за усопших. Это настолько важно. И поздравить Христа с Днем рождения. А Он обязательно нас одарит. Своей благодатью, своей милостью, своей любовью. Али Баташев, Олег Молхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них не сложно. Важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов. Не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные. Делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать. Маму с папой выбирать. Но сказала мама... Милый, бюллетень у вас красивый. Только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет. Люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно.